Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня в новой серии на проекте Базин Холиплей. Сегодня будет очень интересное видео, потому что наконец-то вышло обновление, и сегодня я вам покажу, что добавили в данном обновлении. Сегодня мы посмотрим новые дороги, новые интерьеры, новые машины, возможно, в автосалоне, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забывайте мой промокод, пишите мэм, потом указать друга ютубера и пишите мой промокод Кирилл Гейм Капсом. Вы уже ввели 2000 раз мой промокод, следующая цель это 2500, поэтому кто не вводил мой промокод, обязательно вводите. В первую очередь я бы хотел вам показать этот вид от первого лица, потому что, ну пацаны, это просто охуительно, потому что, как бы, это реально классно, то, что можно повернуться, вот так вот всё красиво реализовано, реально всё на уровне сделано, я считаю. Я, конечно, не любитель от первого лица ездить, но вот это я считаю очень круто, и, кстати, я заметил то, что мусорка появилась, смотрите, возле каждого дома появилась, походу, мусорка, и будет работа мусоровоза. Что, только у меня появилась мусорка? Понимаю, в натуре, смотрите, только у меня мусорка появилась на участке. Ебать, у меня уникальный дом, пацаны, охуенно, ебать, ладно, я шучу, сука, мусорка, ебать, возле дома у меня стоит, это намёк, ебать, или что, я не понял, кто-то нарывается на проблемы. Ладно, пацаны, я шучу, короче, как вы поняли, добавили от первого лица, есть также ещё настройки этого вида, первого лица, нажимаете F3, и здесь, в принципе, можно, как бы, настроить, куда нам что делать, так вот, видите, можно поворачивать. Как бы, эти настройки, вроде бы, ещё сохраняются, можно вперёд-назад сделать. Короче, настройок здесь хватает, чтобы сделать комфортный себе, как бы, комфортный вид себе сделать. Также ещё систему стробоскопов добавили, но мы этому чуть позже посмотрим. Поэтому сейчас поедем, я вам покажу интерьеры. Сейчас посмотрим интерьер 24 на 7. О, шлагбаум, кстати, убрали. Двигательный заглох, в вашем транспорте злится неправильное топливо. Кстати, видите, вот эту херню заменили, типа, въезд на рублёвку, и 24 на 7 немножко перенесли. Немножко перенесли в другое место. Почему-то интерьер не изменили, хотя это должно было произойти. Ага, видите, немножко изменили управление. Кстати, рыбалку тоже полностью изменили. Можете вот посмотреть, то, что... От рыбалки, грубо говоря, ничего не осталось. Ну, реально, типа, полностью переделали рублёвку. Въезд переделали рыбалку, переделали парковку. То есть, много чего изменилось, на самом-то деле. Теперь, получается, покупать снасти нужно вот здесь. Сразу вы приезжаете на рыбалку, и в начале рыбалки, типа, сразу вы можете себе купить наживку, удочку, там, туда-сюда. Ну, сделано реально красиво, пацаны. То есть, они полностью, видите, изменили рыбалку, как бы. И там вот ещё есть дополнительные места, как я понял. То есть, реально сделали всё по красоте. Вот, видите, получается, есть такая вот дорожка. Здесь ещё лавочки есть, чтобы там посидеть с кем-то. И здесь, по идее, тоже можно ловить рыбу, если там, допустим, будет недостаточно места, как я понял. Либо это просто парковка для лодок, как бы спавнить свою личную лодку, скорее всего, да. Да, по-любому, в натуре, пацаны, я тупанул. Это специально такое место, чтобы здесь брать свою личную лодку. Либо арендовать лодку, и она будет тоже спавниться здесь. Скорее всего, для этого это всё сделано, потому что там просто люди рыбачат. А вот здесь люди смогут взять свою лодку, либо взять арендованную лодку. Предлагаю нам посмотреть новый интерьер, который нам показывали в видосе. Ну, выглядит очень даже неплохо, пацаны, я вам скажу. Вот здесь можно улучшение, как бы, посмотреть для бизнеса, для дома, для компании. То есть, выглядит всё очень круто, пацаны. Вот здесь можно посмотреть информацию, список домов-дожников, список свободных домов. Интерьер полностью переделали, и выглядит он очень круто. Ну, лично моё мнение, то, что реально он выглядит хорошо. В автослон добавили несколько новых машин. Одна из них это Мазда Мята, как я её называю. Ну, здесь написано Мята. Стоит она 1 миллион 500 тысяч. В том прикол, то, что у неё вот так вот фары открываются, красиво. Как бы, стоит она недорого, лям 500. Это, я считаю, вообще нормальная цена. Вот ещё одна из новых машин. Это Skoda Octavia MK3, или как МКЗ, блядь. Короче, непонятно, как она называется. Но ведь она очень мало, я бы не советовал её брать. Ну, смотрите, максималка в стоке у неё 143. Это очень мало, хотя машина вроде бы неплохая. Кстати, тест-драйв, видите, теперь нельзя брать на улицу. Ну, то есть, нельзя на ней ездить по городу, можно только на гоночном треке на ней ездить. По-другому вы теперь не сможете тестировать машины. То есть, раньше можно было взять машину, арендовать и на ней ездить по серваку. А сейчас вас кидают в параллельный мир, на гоночный трек, и всё. Больше вы ничего делать не сможете. Вы можете её тестировать только на гоночном треке. Теперь убрали аренду машин. Можно всего лишь пройти тест-драйв на гоночном треке, посмотреть на эту машину, попробовать, как она едет, и всё. Следующее, что бы я хотел вам показать, это новая дорога, которая ведет из Бусаева, от начала Бусаева до Лыткарина. Давайте по этой дороге прокатимся вообще, посмотрим, как она выглядит. Вот я считаю то, что это очень круто, то, что добавили вот такую вот новую дорогу. Теперь можно быстро катать рейсы, как бы доезжать из Бусаева в Лыткарина. Можете вот сами посмотрите, как выглядит эта дорога. Реально она очень длинная. Конечно, здесь много таких подъемов. Из-за этого машина очень сильно прыгает, но в целом дорога очень хорошая. Вот такой замечательный туннель есть, чтобы через гору проезжать. Также здесь есть вот поворот, но мы чуть позже туда поедем. Сейчас я хочу доехать до конца. На самом деле эта дорога такая опасная, потому что машина сильно подпрыгивает. И есть большой шанс улететь с этой дороги просто вниз. Повезет, если вы улетите налево, но если улетите направо, то можете улететь в воду. И потом вы уже ничего не сделаете, разве что напишите в репорт и вам помогут админы. Ну а так, в целом, дорога прикольная. Конечно, я на Мерседесе еду, надо будет еще попробовать здесь на Магнуме проехать. Вот о чем я и говорил, пацаны, то что дорога очень опасная. Очень опасная дорога, и я просто улетел. Вот получается этот поворот, про который я вам говорил. И здесь дорога идет в Бусаево, как я понял. Но здесь есть такие поворотики. Дорога, конечно, реально опасная. Просто машину колбасит очень сильно. Но в этом есть, знаете, свой азарт еще такой. И проехать быстро по этой дороге, чтобы не расколбаситься. Такие вот повороты, виражи просто. Не, ну дорога нормальная такая. Бачком можно здесь ходить, кстати, будет нормально. Давайте я вам теперь покажу самое интересное. Это именно ивент. Здесь сейчас все люди просто находятся. Сейчас у меня будет очень мало FPS. Я за это извиняюсь. У вас сейчас на экране будет, получается, скриншот. Какие призы из той ивенте. На самом деле я расстроен, что там добавили машины, которые есть у меня. Непонятно, что надо делать. А где вообще тут оружие покупать? Что тут вообще делать? Так, я здесь, честно, ничего не понимаю. Но, если честно, как бы я, скорее всего, это буду на стриме проходить. Потому что на видосе проходить это будет очень долго. На видосе я это могу, конечно, пройти. Но видос будет идти примерно там несколько часов. Потому что данный вид очень долгий, очень сложный. И его просто так пройти нельзя. Блять, он меня стреляет! Нихуя себе! Тут, короче, по всей карте разбросаны боты, которые по вам стреляют. Это бандиты. Просто я об этом забыл. Но будем, пацаны, вместе разбираться на стриме. Потому что в данный момент, я думаю, вам ничего здесь толком не покажу. Чтобы вы понимали, я даже полностью сталкер не проходил. Именно игру. А здесь, тем более, я как бы ничего не понимаю. Поэтому, пацаны, ждите стримов. Там мы будем все проходить. Будем все смотреть. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok